В биологии человека На самом деле в биологии человека тоже есть много всяческих вымыслов И тоже есть много заблуждений Они самые разнообразные Я освещу самые ключевые, стандартнейшие, которые чаще всего всплывают Первый, самый классический стереотип То, что человек не происходил от обезьян Он существует в разных версиях Существует в варианте, как сегодня звучало, что обезьяна происходит из человека Существует в варианте, что человек произошел из кошки Что кошка произошла из человека Проще и лучше посмотреть на реальность Потому что, слава богу, мы уже в 21 веке И у нас есть много фактов У нас есть много-много фактических оснований На которые нужно смотреть У нас есть замечательные ряды ископаемых существ Например, которые в полном виде представляют собой линию От непосредственной обезьяны В данном случае от проконсула Хисселлоини Жившей в Африке 18 миллионов лет назад К человеку Причем с боковыми ответвлениями в том числе В данном случае в качестве бокового ответвления современный шимпанзе Который, собственно, тоже обезьяна Но не предок человека А это как бы еще один дерево И от проконсула появились и шимпанзе И появились, в частности, ранние астралопитеки В данном случае это астралопитек Рамидус Хотя понятно, что здесь это только некоторые отдельные Самые красивые скелетики А в реальности их сейчас таких сотни обнаружено О чем я еще тоже скажу сегодня И, собственно, потом возникает астралопитек Афарский, например В данном случае это скелет МС Самые известные скелеты Паварского астралопитека В том числе есть, опять же, то ли боковые ветки То ли наши предки Например, астралопитек Сидиба Потом Хомо Хайблес, который я здесь не стал вставлять Хомо Эргастер От него просто красивый скелет Опять же, боковая ветка Неандертальцы Ну и, наконец, мы, современный человек Хомо Сайблес Поэтому человек, он не то, что не происходил от обезьяны Он, собственно, является обезьяной Он является одним из вариантов приматов Ну, достаточно специфический, достаточно своеобразный Но это один из И если смотреть не только на целые скелетики, но и на конкретные части Это тоже можно прекрасно проиллюстрировать Ну, все то же самое про консул Его верхняя челюсть Шимпанзе И, опять же, линия, ведущая к нам Астралопитек Афарский И, собственно, человек И из таких сопоставлений Ну, даже таких вот простых Когда там четыре вида всего-навсего Видно, что человек Он не то, чтобы какой-то там суперособенный А по многим признакам Он вообще, строго говоря, примитивнее того же шимпанзе Если вы сравните челюсть проконсула и человека То вы, я думаю, невооруженным взглядом Увидите, что по некоторым параметрам Человек ближе к проконсулу Который жил 18 миллионов лет назад Чем шимпанзе к проконсулу А проконсул общий предок То есть, на самом деле, по некоторым параметрам Шимпанзе эволюционировал больше, чем мы В том числе, по таким ключевым, казалось бы, признакам Как, например, размеры клыков Можете невооруженным взглядом Увидеть, что размеры от проконсула к человеку Клыков уменьшились Но немного уменьшились Учитывая, что у проконсула Головозовщик это вот такая На самом деле, она очень небольшая А от проконсула к шимпанзе Клыки очень сильно увеличились Поэтому огромные размеры клыков Современного шимпанзе Это признак не примитивный Это не от которого мы эволюционировали А это признак специализированный Эволюционно продвинутый На самом деле, продвинутый больше То есть, если взять изменения по модулю То мы примитивнее, чем шимпанзе То же самое, можно сказать, в какой-то степени О форме альгалярной дуги То есть, часто звучит, что у обезьян Альгалярная дуга Ряды зубов, да? Она такая прямоугольная То есть, прямые совершенно ряды от клыков назад И прямая линия лицов спереди Между клыками А у человека она вот такая Среди себя проваличистая Закругленная, овальная Такая дуга, да? Именно в прямом смысле Это прогрессивный признак В какой-то степени, конечно, оно так Но в какой-то степени Потому что, если посмотреть на проконпова У него она и не прямоугольная На самом деле И по некоторым параметрам Она похожа больше на нас То есть, вот эта прямоугольная форма У шимпанзе Это, опять же, специализированный признак Я думаю, с теми самыми руками На самом деле Более того, всегда еще стоит помнить Что есть изменчивость И то, что вот на таких единичных картинках Это конкретная челюсть А бывают современные вполне все люди Со шимпанзе Сошли прямоугольной дугой Которая от шимпанзе не особо-то отличается Так что эволюция Такой процесс Он в разных направлениях На самом деле может исти И это все можно смотреть На разных примерах Например, настроение кисти По кистям данных у нас Не сказать, что это слишком много было Потому что косточки маленькие Они легко теряются Но есть, слава богу И тут, конечно, далеко не все представлены Из того, что найдено Но, опять же, если посмотреть На проконсула 20 миллионов лет назад Другой вид, но неважно Значит, шимпанзе И наш ряд Австромопедек Райндус Афорейсис Ну, сиди бы вопросом Предок, не предок Потом Хайбелис Потом на Леди тоже Что ли предок, что ли не предок И уже дальше Прямая линия к нам То мы увидим Что по пропорциям Скажем, большого пальца Опять же Человек Конечно, отличается от проконсула В сторону того Что у человека Большой палец Стал длиннее Но у шимпанзе Большой палец Стал большой вероятностью Короче На самом деле Ну, там Значит, проконсула Точно неизвестно Не все кости сохранились Но, тем не менее Не исключено Что у шимпанзе Большой палец укорачивался И если привлечь данные По другим приматам То это вообще Нормальное состояние У многих современных приматов Большой палец Если не исчез совсем То стал совсем маленьким Например У паукообразных обезьян Нужноамериканских На селе эти Там косточки есть А на живой обезьяне Большого пальца нету вообще То есть там 4 пальца Крючком И он практически исчез И он практически исчез А соответственно От проконсула До раннего Он почти не увеличился Собственно Там практически То же самое А потом начинает расти Но более того Начинает расти И непоследовательно А местами может быть Было и обратный процесс Потому что Например У сидибы И у наледи Большой палец Строго говоря Длиннее современного То есть не было Никаких эволюционных законов Которые бы Прям вот Совсем обезьяны Делали Совсем человека Да Создавали непосредственную Линию Совершенно прямую И мы Горшина Этой цепочки А кончимпанзе Это значит Зашившая в прошлом Какая-то там века На самом деле Даже в нашей цепочке Были изменения И в ту и в другую сторону Потому что Все эволюционные изменения Это ответ На сиюминутную потребность Вот как сейчас В данный момент Выгодных существам Какой отбор идет На удлинение пальцев На укорочение пальца На увеличение изгиба Фалансного уменьшения Такое оно и получится Ну например У тех же сидип и наледи Пальцы гораздо кривее Чем у шимпанзе То есть У предков Они были такие Умеренно изогнутые У шимпанзе Стали еще более изогнутые А у сидип и наледи Они еще более изогнутые Хотя это вроде тоже хоба На самом деле Ну а сидип и может быть Австроаптек Монтка зависающая А вместе с тем Скажем В этой же кисти В нашей линии Прогрессирует Комплекс трудовой То есть Черты кисти Приспособлены Для изготовления Орудий труда Но это тоже Крайне показательно Потому что У ранедусов Афоренсисов Сидип И даже и хобелисов И наледи Трудового комплекса В кисти Не особо много Прямо скажем Но у раненцев Афоренсиси нету Вообще Страх говоря А у сидип и наледи И хобелисов Есть частично В виде расширенных Концевых фаланг пальцев То есть Для того чтобы Нормально оперировать Какими-то орудиями труда Вот я сейчас Оперирую Микрофоном Да Полезно иметь Уплощенные пальцы Чтобы держать И чтобы оно Не выпадало У обезьяны Концевые фаланги Они длинные Тонкие Изогнутые И им так неудобно делать Ну и У них кисть для этого И не сделано Собственно Более того То что Эта особенность Именно для труда И для захвата Существует Неожиданно подтверждается тем Что у Допустим Шароконосых обезьян Южноамериканских Цепкохвостов Которые на хвосте Могут подвешиваться Хвостами предметы брать Последние фаланги На хвосте Это позвоночник Да Это позвонки Последние позвонки На хвосте Они такие же Как у нас фаланги На пальцах На самом деле То есть у них Хвост хватательно Заменяет руку И там Косточки Они очень даже похожи Но Даже у тех Кто орудие делал Хомо Хабелес Он переводит Как человек умелый И каменное орудие Гарничное Они вполне себе Изготавливали Тем не менее Полного комплекса Трудовой кисти У него нет Древнейшее орудие Они появились Ну самые-самые древние Три и три миллиона лет назад Но они не факт К нам имеют отношение А в нашей линии Два миллиона Шестьсот тысяч лет назад Появляются Каменные орудия Они начали делать Но только Миллион четыреста двадцать Тысяч лет назад Появляется Полноценный Трудовой комплекс Который видно На вот этой замечательной Третьей пиасной кости Из Каитио Третья пиасная кость Это вот та На которой держится Средний палец И на ней Вы можете лицезрить Такое замечательное Шумовидное Дрование Которое Вклинивается Между другими костями И не дает Нашей кисти Болтаться Из стороны в сторону То есть Это признак Который нужен Для того Чтобы прочно Держать предмет В руке Чтобы рука Не ветляла И чтобы у нас Был удар В приличность И соответственно Древнейшее орудие Появляется Два миллиона Шестьсот тысяч лет назад А рука Приспособленная Для изготовления Этих самых орудий Миллион четыреста Тысяч лет назад То есть Спустя Более чем Миллион лет Это говорит о том Что Изготовление орудий Влияло на нашу эволюцию То есть Те кто делал орудия Хорошо И у которых Были для этого Какие-то предпосылки В строении Они выживали лучше У них потомство Лучше плодилось И выживало Опять же Кормилось И Собственно Потихонечку За миллион лет Сформировал Наш тройок Но С другой стороны У некоторых Других существ Могут подобные вещи Возникать По другим поводам Например У гориллы На третьей пястной кости Тоже есть Шиловидный отросток Но он нужен Для того Чтобы держать огромный вес тела Прихоть без опоры На согнутые фланги пальцев То есть Цель другая Но тоже Чтоб кисть не болталась Смысл тот же самый И тоже возникает Как бы Трудовой элемент В кисти Ну а в последующем Кисть уже Собственно наша И опять же Вот Мораль Всего Что я сейчас говорил Что Все это возникает В ответ На какие-то Сиюминутные Потребности Эволюционные В стопе Соответственно Если мы будем смотреть Опять же Человеческое Преосновение Обезьян Более чем заметное Про консул Опять же Стопа Да Такое обезьяне Но По характерному Шимпанзе Она заметно поменялась И по некоторым параметрам Стопа Шимпанзе Она оказывается Опять же Волюционно Чем более продвинутая Даже чем наша У первых Прямоходящих Существ Урамедусов А второго Аптека Диоремеда Недавно открытый Кстати Два года назад Большой палец На стопе Оттопырит В сторону Так же Как у Человекообразных Обезьян Современных Ископаемых А при этом В стопе Есть своды Причем Урамедуса Своды Есть и продольный Поперечный А у Диоремеда Там не все Кости Как видите Сохранились Но судя по тому Что есть Продольного свода Могло и не быть На самом деле То есть Опять же Жил он на миллион лет позже Это говорит о том Что какие-то признаки Могли меняться В разные стороны То есть Сначала Соб появился Потом он исчез Потому что Стал не нужен А большой палец Чуть менее Оттопырен А у Африкануса Большой палец Еще меньше Оттопырен Ну а начиная С хабелеса Дальше Соба От нашей Не особо Отличается При этом В некоторые моменты Некоторые признаки Могли меняться И после этого Опять же Например У то этого Коперечного Хабелеса Коперечного Коперечного Хабелеса У него Некоторые Отдельные Черты Строения Стопы Больше Похожи На Рунгутана Хотя Прямоходящая Стопа С сводами А у Неандертальцев Например Которые Жили Засим Геданы В данном Случе Это из Ковы Неандертальцев У него Датировка Порядка 50-40 Тысяч Лет Назад Там Довольно Специфика Появляется Неожиданная Стопа Неандертальцев Она Очень Широкая Очень Мощная Брутальная Можно Сказать Вопрос Зачем Им Такая Была Стопа Они Все Такие Себя Были Ну И Появляется Мы То Есть Опять Ж Линия От Обезьяны До Человека Более Чем Наглядно Рисуется Самая Важная Часть Человека Это Мозги И Эволюция Мозга Подчиняется Секономерностям То есть Если посмотреть Ну Мозга Проконцева К сожалению У нас Нет Потому Что От Проконцева Много Челюстей Но Нет Полноценной Мозговой Коробки Поэтому Мозг Не Очень Понятное Но Если Посмотреть Мозг Шампанзе Весом Порядка 300-400 Грамм Это Понятно Тупиковая Ну Как Тупиковая Параллельная Линия Не Наша Да Ну Так Рисующая Примерно Параллельный Размер Наш Предск В интервале Где-то Около 10-7 Миллионов Лет Назад А потом У нас Есть Мозги Афарских Австраллопитеков Которые От Мозга Шампанзе Не Особо Отличаются Другое Дело Что Здесь У Шампанзе Изображен Мозг А Австраллопитека Изображен Эндекран То есть Это Слепок Мозга Сделанный По Внутренней Поверхности Черепа И Понятно Что Он Не Идеально Отражает Строение Мозга Но Тем Неменее У Первых Австраллопитеков Первых У многих Существ Наш Предск Причем Афарский Австраллопитек Это Наш Предок Строение Мозга Обезьянь То есть Они ходили На Двух Ногах Орудия Они Не Делали Кроме Той Кости Дикики Что В первой Лекции Бывает И Кислеть Особо В использовании Орудия Нет Лобная Доля Приплющенная Суженная Лобным Клювом Выступающим Ниж Затылочная Доля Над Можечком Едва Нависает Височная Доля С лобной Соединены Под Таким Углом То есть Весь Набор Признаков Стро-го Реобезьяний У Хайдельцев Что Характерное Строение Форма Примерно Та же Самая Но Размер Подрос То есть Если У Афарских То У Хайдельцев Размер У Некоторых Есть 430 Там 420 А У Афарских Подаренок Под 800 На самом Деле То есть Как у Современного Человека Был Индивидуальный Основательный Разброс То есть Форма Мозга Сохранилась Довольно Примитивная Но Размеры Подросли Чуть ли не В два Раза Ну А В последующем Уже В бурной Эволюции Идет Эргастер Это Уже Человек Который Изготавливал В Хонисе Нормальное Орудие Ну В принципе Эргастер Кузлашинская Даже Техника И Там Уже Мозг Гораздо Больше Похож На Нас Но Размером 800 900 Грамм У Эректуса Размер Мозга Порядка Килограмма Хотя Здесь Конкретно Этот Чуть Побольше Ну А В последующем Уже Когда На сотни Тысяч Лет Идет А не На миллионы Счет То Форма Мозга Почти Почти Как У Нас Ну И Появляемся Мы Опять же Не Стоит Забывать О Индивидуальной Изменчивости Потому Что Есть Вообще Довольно Основательный Разброс И Он Есть У Современного Человека И У Древних Людей У Современного Человека Индивидуальный Разброс Рекордный Да Если Рекорды Брать По Размеру Мозга От 680 Десяти Грамм До 2400 Грамм То Почти Там В Три Раза Не В Четыре Раза Разница Получается По Размеру Мозга Ну И По Строению Тоже На самом Дельно Основательное И В Древности Было То же Самое На самом деле Если Посмотреть На Современного Горилла Шимпанзе У Них Не В Три Раза Но У Нас Меньше Данных По Шимпанзе На Десятки И Там Тоже Довольно Основательный Разброс Но Эволюция От Обезьяны Человека Рисуется Вполне Себе Причем На Вот Этой Линии Здесь У Меня Считанное Количество Экранов А Как Сегодня Уже Звучало Их На самом деле Известны Сотни Можно Наделать Ну И Уже Сделаны Десятки Точные Видно Что Эволюция Тоже Шла Не Совсем По Прямой Линии На Сам Деле Она Шла Какими-то Такими Хитрыми Зигзагами И Например Между Афарским И Хаббелес У меня Тут Изображены Есть Например Хомор У Комор Мозг Больше Чем Хаббелес То Есть В Примерно 25 Тысяч Лет Назад В Среднем По Планете Мозги Были На 150 Грамм Больше Чем У Нас Это Можно По Разному Объяснять Я Не Буду Углубляться В Тонкости Но Может Быть Такое Происходить Вполне Себе А Есть Прецеденты С Эволюция Это Не Какой Паровоз По Рельсам Идущий В одну Сторону А Это Ответ На Вызовы Среды Ну И Собственно Происхождение Человека От Обезьян Современными Методами Чудеснейшим Образом Показывается Генетическим Способом По Генетике Ну Здесь Такая Значительная Картинка Сравнение Хромосомного Набора Кариотипа Человек и Шимпанзе Тут Левые Хромосомки Это Человеческие Правые Шимпанзины И Сходство Порядка 98% Ну Порядок Потому что Можно считать По разному На самом деле Можно считать По внешнему Виду Хромосом По размеру По генам По нуклеотидам По каким-нибудь Там Особо Изменчивым Частям Генома По особо Неизменчивым Частям Циферка Будет меняться На самом деле В зависимости От метода Расчета От 94% До 99% Там У нас чем Но вот На этой картинке Что любопытно Если вы присмотритесь Там где Вторая Хромосома У человека Она одна А у Шимпанзе Это две Хромосомы На самом деле Которые у нас Соединились И более того Такие процессы Соединения Хромосом Они иногда Встречаются И у современных Людей Бывают Современные люди В которых Еще другие Хромосомы Между собой Соединяются И хромосомный Набор Становится Еще более Компактно То есть Количество генов Все то же самое И человек Все нормально Он плодится Может Но количество Хромосом Меньше Потому что Хромосомы Это просто Упаковка И можно Ее положить На две Полочки Две Хромосомы А можно Соединить В одну Но Если вы Посмотрите То Отличие Человеческий Шимпанзе Мизерное И Чтобы понять Несколько 98% Много Это Или Мало Я Все время Привожу Один Тот же Пример Что Человеческий Шимпанзе Хошь на 98% А Мужчина От женщины Отличается На целую Хромосому Действительно То есть У женщин ХХ Хромосома У мужчин ХХ Хромосома И вот Разница ХХ И И Это Больше Чем 2% Генома На самом Деле То есть Другими Словами Получается Что Мужчина Человека Больше Похож На Самца Шимпанзе Чем На Женщину Если Вот так По Погенам Считай Другое Дело Что Различие ХХ И И Это Различие Только Пола Это Половые Признаки А Различие Вот От Шимпанзе И Уже Там Независимо От Пола Но Тем Не Менее То есть Опять же Это С одной Стороны Приливка От Того Чтобы Все Считать Каким Единым Показателем Просто В процентах Нуклеотидом С другой Стороны Показывают Что Обезьяны Человек Та же Самая Есть Если Сравнить Человека И Какую Не Знаю Мыш Кишечную Палочку Там Отличие Будет Далеко Не 98 Процентов Но Кстати Говоря Тоже Весьма Закономерно Вырисовывается То есть Лестница Существ Так Называем Она В генетике Прямо Рисуется Красиво То есть Чем Дальше От Нас Существол Морфологически Тем Дальше Оно И Генетически Другой Такой Баян Который Ходит Очень Часто И Широко Распространен То Что Антропологи Все Придумывали Потому Что У них Мало Данных И Они Оперируют Какими-то Огрызками Этот Миф Существует В частности В такой Версии Что Все Остатки Ископаемые Человека Которые Известны Можно Уложить В багажник Жигулей Ну И Версия В багажник Чего Нибудь Но На самом Деле Реальность Она Немножко Иная Во-первых У нас Данных Менериные Более У нас Данных Такое Количество Что Само По себе Создает Проблемы Потому Что Многие Даже Антропологи Которые Годами Занимаются Антропологией Всех Материалов Не знают Некоторые Материалы Раскопанные Лежат До сих пор Неописанные Потому Что Руки Не доходят Потому Что Антропологов Не хватает И Слава Господи У нас Есть Материалы Начиная От Самых Первых Приматов Которые Вообще Жили 65 Миллионов Лет Назад Наверху Круга Которые Такого Размера Черепушка Целых Черепов Несколько Нижних Челюстей Но Челюсти Есть И Несколько Тысяч Зубов От них И Вся Последующая Линия Хоть До Современного Человека Причем Тут Естественно Я Привел Далеко Не все То Что У меня Влезло На слайде Я хотел На самом деле Больше Нарисовать На точку Не влезет Но Линия У нас Есть У нас Есть Политон Архицебус Фондаунди Антипитеки Там И И В конце У нас Уже Сапиенс И Снегеря И Каждый Этап Который Здесь Представлен Его При желании Можно развернуть Еще Сколько Угодно То Есть Материалов У нас Немерено На самом деле Например Только Красивые Черепа От Австралопитеков И То Далеко Не Все Еще На самом деле Есть И Другие Это Просто То Что Я Красивые Картиночки Наковырял И Насколько Они На слайд Увезли Запихал В принципе Тут Все Можно Было Запихать Которые У меня Не Поместить Это То Что По Австралопитекам Это Только Красивые Целые Черепа Причем Часть Из них Даже Не Особо Реконструированы Бэйби Обломки Челюстей Это Зубы Это Кости Подкарниального Скелета Не Черепа А Всего Остального И Такими Слайдами Я мог бы Забить Презентацию Еще 45 Суток Сделать Причем Если Я говорю Обломки Челюстей Кому Может Показаться Что Это Бедно Обломок Челюсти На самом деле Если У нас Обнаруживается Начиная От Пругаториус 60 Миллионов Лет Назад Обломки Челюстей Это Хорошо Когда Мы Находим Обломок Челюсти У нас Есть Чем Сравнивать Когда Мы Находим Кость Копчика Допустим С этим Непонятно Что Делать Потому Что Кость Копчика Никто Никогда Не Находит Если Мы Обнаружим Ничего С Чем Будем Сравнивать Материала Нет А Зубов Немерено Сейчас Зубов Изолировано Сколько Тысяч Ископаемых Обнаружено И Если Посмотреть На Графики Статистики Когда Расчеты Ведутся Там Много И Плотность Точек На графике Такая Что За этими Точками Ничего Не разобрать Это Опять же Сама Проблема Создается Но Это Только Австромопитеки А на самом Деле У нас Линия Не только Австромопитеки У нас Есть Например Ранние Хома Это Красивые Более Менее Целые Черепаш Начиная От Родольфенсисов И Хайдерисов И Кончая Родольфенсисами Хайдерисами Здесь Только Родольфенсисы И Хайдерисы Тоже Несмотря На то Что Это Интервал Где-то От Трех До Полутора Миллионов Лет Назад Считается Безнепредставленным На самом Деле Все Время Плач Идет Среди Антропологов Что Ах Как Мало Мы Знаем Хочется Больше Но Вообще Уже Есть Чем Полюбоваться И Опять же Это Черепа А еще Есть Немеренно Нижних Челюстей Есть Кости Опять же Кисти Стопы Которые Я показывал И Другие Их Находят Все время Новые Вот Буквально Два Года Назад Нашли Новый Скелетик Даже Два Скелетика Но До сих пор Не Описали Ждем Описание Дальше У нас Есть Оргастеры Эректусы Вот У нас Оргастеры Эректусы Тоже Далеко Не все Но Как видите Уже Гораздо Приятнее И Статистика Допустим По Сангерану Здесь Внизу Это Не все Но Большинство Это Сангерана На Яве Там Уже 30 Какой Идет Пятикантроп И Большая Часть Находок Это Именно Черепа На самом деле Уже Дошло Не сильно Подробно Описывают Потому что Никакой Новой Принципиальной Информации Эти находки Уже И не Привносят То есть Уже У нас Такое Количество Что Новые Находки Картину Принципиально Иногда И не Меняют Бывают Находки Которые Действительно Такое Сенсационное Красивое Замечательное А бывают Которые Ну Опять Пятикантроп Ну Елки Палки Сколько Можно Там 32 Уже Да 32 А второе Это только Череп Понятное Дело А есть Еще Другие Части Но Это еще Были Не все Оректусы Потому что Вот еще Оректусы И тут Из одного Допустим Газонков Из одного Жоукоудяня Хотя Потеряли Но Они есть В виде Слепков И Других Местах Тоже 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 Вот Только Что Недавно Сколько Дней Назад Еще Один Череп Замечательный Был Отписан Из Китая Ну Один Целый И там Еще Огрызки Соответственно Это уже Линия Пропуская Хоббитов Гидербергенцев Неандертальцев Хоббитов Денисов Это Линия Наша Человеческо Сапиентная Без Секи Копяков Чтобы Начиная Со Времени Порядка 300-400 Тысяч Лет Назад И Более Линия До Такого Почти Почти Сапиенс До Времени Порядка 100-1000 Лет Назад И Тоже Здесь Далеко Не Все На Сам Деле Чем Ближе К Современности Тем Материал Становится Все Больше И Больше И Боюсь Что Ужигулей Такого Багажника Нет Но Чтоб Туда Все Запихать Череп Это Не Очень Маленькая Вещь И Сапиенс Сапиенс Я мог бы Забить Тут Еще Два Часа Щелкать Вот Так Вам Занудно Эти Бесконечные Черепушки Ну Здесь Самые Такие Красивые И Ключевые Можно Сказать Находки Или Самые Известные Или Те Которые Самые Древние Самые Древние На какой-нибудь Территории Самые Известные На какой-нибудь Территории Из Южной Америки Из Австралии По центру И так Далее Наверху Из Африки Из Черепов А в виде Каких-то Таких Схемочек В алюминии Научных То Меня Долго Когда я читал Лекции по антропологии По Крикубенезу Стержала мысль Что у меня нет Нормальной схемки Эволюции Приматов Ну Какие-то там В интернете Можно найти Всегда Но Они Какие-то Очень Схематичные Убогие Я Хотел Нормальную Схему Нарисовать И напрячься Недельки-две Поработал И нарисовал Схему Эволюции Приматов И К сожалению Понял Что Пользоваться Ей Долесой Невозможно Потому что Там Ничего Не разобрать То есть Здесь Каждая Вот эта Полосочка Даже Если она Разобрана Пертикально Отдельно Даже Вертикальная Это Подсемейство То есть На самом деле Здесь Подробность Доведена До Подсемейства Ну А В каждом Подсемействе Есть Какое-то Количество Родов Где-то Много Где-то Мало Где-то Очень Много А В каждом Роде Как правило Не один Где-то Несколько На самом Деле То есть Если Здесь Вот Эту Схемку Доводить До Родов И Видов Это Будет Совсем Безграничное Чтобы Здесь Было Видно О чем Там Речь Идешь Читательно Было Это Надо Увеличивать Я В уголочке Это Мы И Это Эволюция Приматов То есть И Это Непридуманная Эволюция Это То Что Мы Нашли Причем Заметьте Что То Что У нас Найдено Это Какая-то Мизерная Часть Это Может Там 10% От То Что Было На самом Деле Скорее Уменьше 10% Опять Я Часто Один Тот Пример Привожу На Современном Мадагаскаре Живет Порядка 100 Видов Лемуров Это На Одном Острове После Того Как 16 Как Минимум Века Даже Раньше Гораз На самом Деле Порядка 2000 Лет А то И Больше Еле 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 Мальгаши Местные После Скольки Столетий Или Пару Тысяч Лет Уничтожения Лемуров У нас Осталось Порядка 100 Видов На Одном Единственном Острове Поэтому Когда Мы В каком Древнем Местонахождении Ископаемых Приматов Находим Там Пару Видов То Можно Догадаться Что Это 2% От Того Что Было На Сам Деле А Местонахождение Много И Монетка Большая И Поэтому То Что Мы Знаем Это То Что Мы Только Знаем Это Можно Считать Где-то Порядка 2% От Того Что Было На Сам Деле Столиче Семей Может Супер Изменений Не Будет Но Тем Не Менее Регулярно Обнаруживаются Новые Находки И Мне Приходится Периодически Сюда Подпискивать Еще Новые Какие-то Веточки В эту Схемку Проблемы Чисто Даже По Пространству Куда Я Эволюции Вот Прокон Включая Современно Человекопрана Какое-то Что Внизу Мутаны Гарриру Гарриру Здесь Шупанзе И Найдет Это Наша Живняя Эволюция То Есть Только Наша Сугубо Прямая Строба Вертикаль И Все Дереваты По Сторонам То Есть Это Опять Ж Только То Что Мы Знаем И Опять Ж Не Каждый Год Но Раз Пару Лет Что Такое Красненькое Новенькое Рисуется Тоже Астронавтек Деремеда Сегодня Помянутый Его Недавно Нашли Хомоноледи Сегодня Помянутый Недавно Нашли Да И Сидибу Тоже Недавно Нашли Кроме Того Выясняется Что Даже Если Самый Кончик Предыдущей Схемки Увеличить То Ее Тоже Можно Разветвить На самом деле И Взаимоотношения Гоминид На последних Этапах Эволюции Они Выглядели Вот Примерно Вот Так По Современным Данам Генетики То Есть Линия Ведущая К нам Слева Разные Разы Современные Примерно Как они Между собой Разделялись Хотя Понятно Что Между собой Они Потом Тоже 150 Раз Смешивались Не Снова Рисовывать Но От Неандертальцев От Денисов Которые Видимо Были Тоже Разные От Никому Неизвестный Гоминит Была Примесь И К Разным Группам Современного Человека И Между собой Они Смешивались Неандертальцы С Денисовцами Неандертальцы С 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 Проценты Правда Они Крайне Условные На самом деле Их Надо Так Воспринимать До Красоты Скорее Но То Что Были Генетические Потоки Это Факт То С Данными У нас Все В Порядке На самом деле Но Бывает Еще Такой Придирка Антропологам Что Ученые Все Придумали Они Смотрят На Эти Черепа И Сочиняют И С Потолка Хватают Что Им Показалось Им Придумалось И Они Какие-то Гипотезы Из Головы Вычесывают На самом деле То Что Я С Показывал Это Просто Иллюстрации На самом деле То есть Настоящая Наука Она Не Выглядит Виде Картинок Черепов И Даже Виде Вот Этих Красивых Схемок Которые Как бы Красивые Схемки На самом деле Вся Антропология Выглядит Виде Вот Этих Таблиц Наверху Это Просто Кусок Из Моих Балганов Который Я Просто Принскрином Вырезал И Все Произвольно По Длине Черепа Допустим Вот Чтобы Получить Эти данные На самом Деле Существуют Строгие Методики Измерения Черепов Описания Черепов То есть Если Антрополог Говорит Что Череп Имеет Покатый Лоб Это Он Не на Глаз Смотрит Что Покатый Лоб Он Измеряет Угол Этой Покатости Если Это Бальная Характеристика Выступания Надбровья То Говорится Надбровья Сильный Или Слабый Не От Балды А Потому Что Есть Шестибальная Шкала Выступания Надбровья И Можно Приживание Измерить Для То Чтобы Измерить Есть Собственные Инструментарии Малый Толстотный Циркуль Скользящий Циркуль Убус Краниофор Которым Мало Пользуется Вещь Полезная И Еще На самом Деле Много Других То Это Все Сплошная Математика А А когда С помощью Стандартных Методик Измерения Собираются Цифры И укладываются Безумные Матрицы Тысяча на Тысяча Потом Все это Обрабатывается В виде Статистики И получаются Такие Замечательные Графики Вот этот Конкретный График Изменения Размера Мозга Это Из моей Кандидатской Диссертации А Другие Графики Это Из разных Статей Где Разные Показатели Изгиб Фаган Размер Зубов Размер С объемом Мозга И там Можно Что угодно Еще делать Укладываются То есть Вот Все эти Выводы Про Эволюцию Человека Про Изменения Это Не какие-то Придумки Это Просто Статистика На самом Деле Это Занудная Ужасная Математика Которая Срабатывает Как Срабатывает Если У нас На графике Размеров Мозга Они Выстраиваются Закономерно В линию Вот Совсем Астроном Крати Через Ранее Оба Зелененькие Квадратики И Через Рексусов Гильдербергенцев Неандертальцев Кроманьонцев И вот Немножко Как видите За 26 лет Далее Назад По Горизонтали Объема Мозга То Вот Она Эволюция В чистом Виде И Какие бы Мы признаки Не брали Все время Такая Красивая Цепочка Выстраивается По Ширине Носа По Какой-то Многоверный Анализ Учитывающий 20 признаков Сразу До кучи Какой-нибудь Там Метод Главный Компонент Канонический Анализ Факторный Анализ Какое угодно Многомерное Шкалирование Картинки Получаются Все время Одна и та же На удивление То есть Вплоть до того Что Опять же Когда я Всюю кандидатскую Писал Пока я ее Писал Находили Новые Черепушки Ну и я Как жадный Человек Их Старался Впихать Ну а Впихивание Новые Черепушки В базу Данных Пересчет Всюю графику Он занимает Вообще Время Поэтому Я их как бы Впихивал Впихивал У меня Бесконечно Там все Новые Появлялись Еще Новые Впихивал А потом Я понял Что Я Впихиваю Впихиваю А потом Здесь Какое-нибудь Треугольниче Видят И Появляется И Картинка Не меняется Вообще Ни разу На самом деле Ну то есть Хочется Как бы Что еще И треугольничек Еще Треугольничек Но Если мы Запикаемся На всех Как не найдено Здесь Далеко Не все Я давно Уже Защитил Но Будет Еще Чтоб Двадцать Треугольничков И крестиков Будет Двотнее Вот эта Линия Но Как видите В сторону Никто Особо Не торчит Единственное Хопит Там Непонятно Торчит Но Он Хопит Да Но Сейчас Между прочим От Ирек К нему Тоже Промежуточное Звено Найтино Что Характерно То есть Можно было бы Еще точечку Нарисовать По желанию Есть Еще Такой Вариант Что Я могу Там Рассказывать Про точность Измерений Про методики Про Мартина Про поле брака А на самом деле Ученые Все Подделали Все Эти черепа Многочисленные Это все Подделки И все Эти челюсти Зубы Это все Чуже На самом деле Практика Показывает Что Во всей Истории Палеоантропологии Есть Три Подделки Одна Только Известная И которая Как-то маломальски На что-то Повлиял Первая Подделка Это просто Бизнес Проект Фактически Ну такой Смешанный Как бы Просто Приколом С некоторым Кардистский Великан Когда Просто Некий Человек Сделал В изгибса Такую Чурку Ну как Да Трехлитровый Человек И потом За день Дело Показывал Заработал Кучу денег Между прочим Но поскольку Это все Было Где-то В 19 Веке То Антропологии Как в науке Еще Не особо И Люди Не знали Как должен Выглядеть Окаменевший Человек Ну тем более В США Происходило Ну тем более Фермеры Которым Все это Дело Показывали Какой-то В центре Ну сколько Им там Показывают Сколько Им В центре 50 50 В центре 50 В центре Собрали 150 тысяч В центре 150 тысяч В центре Ну вот Как бы Кому Денес Не хватает Но Сейчас Боюсь Такая вещь Не прокатит Потому что Там На этом Кордивском Великане Который До сих пор В каком-то Музее Хранится В США Там Просто Видели Как его Делали То есть Там Такая Грубая Сделанная Штука Что Как бы Вообще Самый Известный Наход Крытый Так вот Он один Пильдаун То и был Вот Где Череп Человека Такой Не шибко Древний Там Может Какого-нибудь Раннего Железного Бронзового Века И Челюсть Родбутана С подпильными Зубами Напильником И покрашенная Немножко Так Коричневым Цветом Чтобы Подревнее Казалось Были Найдены Ну Там Эти Запчасти В Одном Корьере И Отписаны Как Человек Пильдаунский Человек Зари Эуантроп Доус Ани И Он Действительно Немножко На Палеоантропологию Повлиял Но Тут Есть Такая Тонка Что Он Повлиял На Палеоантропологию Англии И Конкретных Людей Допустим Артур Птиц Он Действительно Вот Такой Толмут Написал Про Эти Пильдаун Когда Он Написал Под Конец Жизни Когда Он Дедушка Старый Был Выяснил Что Это Подделка И Он Был Очень Расстроен Но Самое Интересное Что С самого Начала Этой Находки Вообще Нормальные Антропологи Кис Тоже Был Нормальный Антрополог Но Многие Другие Антропологи Они С самого Начала Сомневались Что это Такое И Поскольку Находки Были Сделаны Не Просто Вместе А В разное Время Просто В одном Корее С самого Начала Звучало Что Может Быть Это Остатки Человека И Человеко Образные Обезьяны Почему Были Не Быть В Одном Корее Сейчас Живут На Кальмантане Даяйки И Орангутаны И Что Не Знаешь Что У них Одна Голова Так Что С самого Начала Писалось Что Может Быть Это Просто Находки Разных Существ Найден Вместе Было Такое Мнение Что Челюсть Ну Видимо Это Человеко Образные Обезьяны Как Она В общем То Я Оказалась Это Правда Оказался Румутан Ну С Подпиленными Клыками Так Что Передаун Какого-то Супер Места Эволюционно Разословной Никогда Принципиально Не Занимал И Возможно Подделка Была И Так Долго Не Раскрывали Только Потому Что Нормальных Данных В том Объеме Как Сейчас То Что Я синтетизованы еще как сейчас ну хотя тогда все это создавалось активно на самом деле именно тогда-то и было сделано но поэтому тогда это было да возможно один раз ну и плюс еще такая вот подъемка риктоидная черепная крышка два гуасанта из бразилии которая была неожиданно обнаружена в музее уже в хранилище описано как какая-то такая невероятно примитивная потом наверное количество лет потеряно потом вроде бы снова найдено что-то вроде бы другая потом показать уровень бы это та же самая а потом сделали ее нормальные следы не показали что она склеена из кучи частей неизвестного времени и происхождения ну вот то есть тут даже не факт что это прям таки подделка какая-то злономеренная может быть это просто кто-то не сильно умеющий реконструировать собрал какие-то запчасти происходит из пещер в гула-санта где куча ископаемой фауны всякой разной там зверя полным-полно и людей там тоже найдено и как-то вот как умел склеил ну поскольку в бразилии в музее не факт что были какие-то там особо крутые антропологи да и методами реконструкции они не обладались вообще ни разу ну как умели так и склеили морские намеренно так сделали получился такой как бы необычайный но это черепная крышка 2 гула-санта не повлияла на антропологию ни разу никак то есть про нее есть ровно две статьи на самом деле в одной статье что мы нашли такую черепную крышку с рептоидными чертами вторая статья что это косяк вот собственно на этом и как бы влияние на науку закончилось и наконец есть еще такая уже другой опера немножко байка что человек это венец эволюции вершина творения эволюции там как кому хочется говорят что это единственный разумный вид на планете единственная надежда во вселенной на избегание тепловой смерти и там еще что-нибудь такое там уже будь то фантазии безграничный может идти но действительно как бы с одной стороны единственный разумный потому что здесь мы сидим да не дельфины и какие-то морские котики и кто-то вот тоже люди очевидно построили что-то этот зал может ретилоиды и там унаки но я думаю что все-таки люди сделали проектор чтобы это все показывать да ну вот я вам там рассказываю про все это дела но на самом деле понятие разумности во-первых это не синоним прогрессивности и какой-то там крутости вот а во вторых не только человеку относится ну не синоним прогресса по той простой причине что прогресс биологии измеряется эволюционным успехом то есть четко ароморфоз да когда возникает такое такая адаптация такое приспособление которое дает возможность для большой адаптивной радиации для новых видеоадаптаций когда возникает много новых видов разум вначале дал какое-то количество новых видов но сейчас у нас на планете один разумный вид то есть на самом деле появление разума на планете привело к сокращению видового разнообразия то есть количество разумных видов становится только меньше сейчас один да то есть мы на грани вымирания строго говоря человекообразные обезьяны все тоже на грани вымирания самые ближайшие родственники и из-за нас еще куча других видов вымирает То есть появление разума приводит к тому, что жизнь на планете может закончиться. Ну, по крайней мере, это как бы маломальский разум. И какой же это вообще прогресс с такой позиции. Но, с другой стороны, что такое разумность? Разумность, это можно по-разному определять. Понятно, там есть миллион определений. Но такой биологический ответ, это способность давать нестандартный ответ на нестандартные запросы среды. То есть, когда у нас есть какая-то странная задача, которая нестандартная, и мы на нее, как бы, очень хитро отвечаем. Ну, когда мы по-простому отвечаем, это инстинкт, рефлекс, ну, совсем просто рефлекс, да, стукнули по коленке, там, немножко дрыгнулось. Ну, ладно, ну, там, один нейрон туда, другой обратно. Это все примитив. Инстинкты тоже чуть посложнее, когда там какой-нибудь гусь закатывает лицо в гнездо, да, но все время делает это стандартно. У человека рефлексов очень мало, там, с десяток, наверное, я не знаю, порядок такой. Инстинктов, строго говоря, нормальных вообще нету, ни одного такого полноценного, развитого. Ну, чтобы на один вопрос, как бы, да, все люди отвечали стандартно, абсолютно штампованно. Ну, как гуси, все там закатывают яйцо одно и то, да, на один и тем же движение. Человек каждый раз делает что-то по-другому. А вот когда поведение становится совсем нестандартное, и в генах не прописано вообще ни разу, а обусловлено исключительно воспитанием, образованием и обучением, то примеров такого поведения среди живых существ полно-полно. Начиная от совсем далеких от нас, ну, можно там, муравьев каким-нибудь вспомнить, даже среди муравьев, которые штампованные и которые вообще клонированные, по сути, да, и то есть умные и тупые эксперименты показывают, и более того, от этого зависит судьба муравья. То есть если муравьев тупой, он будет всю жизнь рабочим, он будет таскать веточки зад-вперед. А если он умный, он становится разведчиком, а разведчиком, это, как известно, уже занятие крутое. Ну, все хотят быть разведчиками, вот поэтому муравьев даже уже есть какой-то вариант способности, там, интеллекта и так далее. Ну, что говорить о позвоночниках, то есть, вот наверху, там, может, не исполнять силы, что-то такое, но это, наверное, горизонтская ворона, которая палочкой достает какое-то там насекомое из дырыщей. И они эти палочки не просто, как бы, срывают, да, где-то там находят, они их все модифицируют. То есть если трудно достать, она может клювом загнуть кончик и сделать крючок. Вот, и это у них не прописано в генах никак, а они это мучатся, они соображают. И есть куча экспериментов с этими новогринзонскими воронами. Можете в Ютубе посмотреть, как они воду достают из колбочки, закидывают туда камушки, чтобы там вода поднялась, ручная. Не все люди эту задачу решают, на самом деле. Эта задача из Олимпиады для школьников, там, какого-то в класса. Новогринзонские вороны решают. Ну вот. И такие другие, там, дельфины, да, всем известно, что у них есть имена индивидуальные. Они могут кусками кораллов или, там, какими траконами барахлить грунт на дне, чтобы вспугивать рыбу, там, какую-нибудь комбалу, или загонять ее в кружок, чтобы потом ловить, или, там, еще что-нибудь такое делать. Собаки, ну, всем известно, что собаки умные. Вот это не какая-нибудь собака абстрактная, это конкретная очень умная собака, имени я сейчас не помню, но она очень умная. Это бордер-колли, которая выучила больше тысячи слов на английском языке. То есть ее, там, три года специально дрессировали, и ей дают задание, ну, говорят просто языком, да, там, не показывая ничего, достань розового зайца из кучи, а, достает розового зайца из кучи. Ну, вот, ну, игрушки учили доставать, и еще, там, всякие разные вещи, там, пойди в другую комнату и принеси, там, плюшевого медведя. Она идет, приносит плюшевого медведя. И ее по-настоящему изучали, по-нормальному, и показывают, что она, правда, эти слова, как бы, знает, запомнила, по крайней мере. Ну, и у кого есть собаки, представляете, что они тоже бывают разные по интеллекту, но весьма интеллектуальные. Ну, что он говорит об обезьянах, которые используют кучу всяких орудий труда, в том числе не только человекообразные, вот капуцины бурые, да, колят орехи, раковины, крабов, а иногда сами камни колят, вообще с непонятной целью. Вот буквально только что была работа, когда выяснилось, что они в другую лыжник, дубасит им по-другому камню, и потом что-то слизывают. Никто не понял, что это там слизывают до сих пор. То есть то ли кусочки лишайников, то ли какую-то минеральную пыль. Но самое интересное, что в процессе получаются отщепы, ну, просто случайно, которые в стороны летят, которые по всем формальным признакам это вполне настоящие отщепы. И поэтому, когда археологи потом могут найти такое место, они сказали, что это была рабочая площадка подготовления отщепов. А это капуцины, дубасили с булыжниками, чтобы куда-то пыль слезать. Но тем не менее, это объединение здесь, но это как бы один пример. А есть много других, где они действительно как орудие используют. И почему не только камни, на самом деле. Макаев, крабоеды, горят много чего. И раковина, опять же, и крабов, и орехи, и там все на свете этими камнями. Ну, а у человека образные обезьяны и падалмы. Там мистики для защиты от дождя, всякие палочки для вагонирования термитов. В общем, в разных версиях, там самые продвинутые, когда они все это грызают, и чтобы цеплялись эти лучшие термиты. Колка орехов, в общем, где нет камней, они палками делают, здесь камни камнями, в общем, там наковальни, подтирают. Они эти камни хранят, они спускают издалека, там, и так далее. Зафиксирован даже пример использования копий шимпанзе. То есть они палки надгрызают, и делают из них дротики, охотятся на галага. Ну, там палка, я и не стал вставлять, потому что это как бы палка такая обгрыженная и палка. А самого процесса, что-то фотографии не нашел. Ну и, наконец, опять же, вот только что, в прошлом году, в конце этого, по-моему, было описано какое-то длинное формовое поведение. Это кадры из видео, по-разному, чтобы размогли. Когда шимпанзе в лесу, даже иногда вдали от других шимпанзе, когда их никто не видит, это снималось с камерами скрытого наблюдения, которые на движение реагируют, хватает какой-то булых дик, они вначале как-то так взъерошиваются, хватают камень и дубатят по стволу дерева. И причем, судя по тому, что там этих камней навалено уже куча, и обычно дублистое дерево, оно все уже забито этими камнями, они это делают регулярно, и при этом громко. И совершенно непонятно зачем. Журналисты, естественно, это уже описали, раструбили, что это религия шимпанзе, что они молят богам, что-то такое. Ну, непонятно, честно говоря, зачем, но это точно не функциональное поведение. То есть это не для того, чтобы добыть еду, это маловероятно, чтобы сигнализировать, потому что рядом никого нет, и удар вот этого камня от ствол, он такой губкий, но он вряд ли далеко разносится, я сомневаюсь. Шимпанзе в любом случае орет громче, чем этот удар камня. И зачем стучать камень, как-то непонятно. И они, тем не менее, регулярные, часто это делают. То есть мы не понимаем, зачем, но это разум на самом деле. И более всего это, конечно, видно в экспериментах, потому что есть огромное количество экспериментов с человекообразными, в основном, обезьянами, ну, не только, с теми же капуцинами есть, которые показывают, что им присуще чувство справедливости, когда капуцины, да, там два капуцина сидят в клетке, и задают уже задачу, одному дают огурец, а другому виноградину. И когда первому снова дают огурец, он вот огурец шевыряет и матерится, и кричит, что как же так, кому виноградину дали, а мне огурец, что-то ерунда. Ну, и в Ютубе без проблем можете найти, это очень показательный ролик. Им присущи чувства юмора, когда, допустим, горилла Суко, которая владеет языком жестов, он с Леной заявил, что она птичка, и когда уж там все занусывали, говорили, что нет, она горила, она не умеет летать, и она поняла, что с чувством юмора что-то у людей как-то не очень, и согласилась так очень грустно, что, да, горилла. Вот, они могут там ругаться, когда они там одна лихьяна другую называли там грязный туалет, это было именно ругательство в частном виде, да, обманывать, там, хитрить, и так далее, и так далее. Ну, есть гении шимпандин, ну, это вот на все гении шимпандины, но из них, наверное, самое зависит от Анти, каждый такой шимпанзе Боноба, который четыре языка, например, знает, я не знаю четыре языка. Вот, а он знает Боноби язык, он знает разговорный английский язык, просто, опять же, на слух, как бы, понимает, ну, сказать он не может, но понимает, он выучил, причем сам, языком слен, вот такими вот карточками наверху, и, как видите, карточки, ой, я сленок, еркеш, еркеш, вот, карточки, как видите, сложнее иероглифов, строго говоря, китайских, потому что там вообще никакой внятной системы нет, каждая карточка что-то значит, какое-то явление природы, их много, их там какие-то сотни этих карточек, это, ну, я не знаю, я бы, наверное, не мог запомнить, вот он выучил, причем, учили на самом деле самку шимпанзе, вот теперь, видите, она оказалась тупая, и ничего не научилась, а он просто был детенышем, и рядом крутился, и выучил. А потом, когда ему показывали ролики с гориллой Коко, которая на нас линии говорила языком жестов, он еще и язык жестов выучил, четвертый язык уже, ну, вот, то есть, с видюшки, потому что, когда гориллой Коко показывают жестами, ну, видно, что у него лапище-то такая, что там жесты очень-таки относительные, и там тоже надо очень так внимательно быть, чтобы по ничему там говорить. Ну, вот, эти самые говорящие обезьяны, другие, вот, там, ложь, которая первая была, говоря еще, там, баниши, там, другие, показывают, что интеллект шимпанзе, он находится на уровне где-то трехлетнего ребенка, ну, там, по разным показателям, по некоторым показателям, те, кто их исследует, говорят, что даже там пятилетнего ребенка, а пятилетний, это уж почти в школу можно отдавать, на самом деле, и та же, например, горилла Коко по IQ, ну, там, какой-то хитрый был, хитрый способ расчета, но она по IQ получается в ранге умственно-полноценных людей, то есть она не ниже умственно-полноценного человека, то есть она не, там, не дебил, не кретин, да, она умственно-полноценный человек. Ну, вот, мне сказали, что она недавно умерла, честно говоря, я не уверен, но, по-моему, так. Нет байка, ну, слава богу. Вот, у нее, кстати, есть свой сайт, можете зайти посмотреть, там, он все интересный. Вот, там есть вот эта байка, это шутка про птичку, там, и много другое, очень душераздирающий рассказ ее, когда она рассказывает про то, как вы поймали браконьера в лесу и поубивали ее родню, там просто вообще, там, мрачница очень. Вот, так что обезьяны, это тоже разумные существа. Мы, конечно, рекордсмены в этом смысле, но наш разум, это просто некая специализация такая своя, прикольная. А у них есть свои специализации, им не надо быть настолько разумными, как мы. В природе они решают проблемы гораздо успешнее нас. То есть, если любого из вас закинуть в джунгли Конго, да, на дерево посадить на высоту, там, 20 метров, вот, и сказать, все, живите там, вперед. Вот, то я сомневаюсь, что вы долго протянете, а что под этим всю жизнь живут и как-то эти проблемы решают. Другие байки, что наши предки были тупыми, грязными троглодитами. Это такая тоже распространенная версия, которая реализуется вот в виде таких картинок. И, ну, если честно, то, как минимум, вторая часть этого мифа, что-то в этом есть. Вот, и более того, она относится, вторая часть, часто не только к таким вот, да, гражданам, типа, там, неандертальцев, в изображении 19 века, а и к современным людям. Я вот каждый день наблюдаю, как кто-нибудь там окурки кидает, куда они попают, а там стаканчики бумажные плюет, вот, и как-то глядя на собственные ботинки, да, то он, в общем, начинает сомневаться, там, насколько прогресс вообще идет. Так что, доля истины здесь есть. Но вот первая часть, потому что они были прям совсем тупыми, и такими дремучими, это большой вопрос, потому что, ну, по крайней мере, с некоторого момента человеческой культуры было много всего интересного. Вот, ну, здесь представлено достижение только сапиенсов уже, но при желании можно это и про неандертальцев говорить, и про пятикантропов. То есть, понятно, что если у пятикантропов самое главное достижение было, когда пятикантроп на ракушке акулим зубом нацарапал просто вот такой зигзаг, вот, с нашей точки зрения это примитив, конечно, но тогда-то это было достижение, вот, а если это уже сапиенсы, то это уже искусство в чистом виде. Я сомневаюсь, что многие из вас делали произведение искусства похожее на вот что-нибудь из этого представленного, да? Причем здесь местами просто, как бы вроде статуэтки, но всегда надо запомнить, что любая такая вещь, она на самом деле это честь какого-то хитрого там обряда и чего-то такого. Резко, когда это удается археологически уловить, но иногда удается. Допустим, статуэтка, найденная в Зарайске, рядом с Москвой, она найдена не абы как, она там в ямке специально там прикрытая чем-то, и там видно, что какой-то хитрый обряд был. А статуэтки, допустим, из Мальты под Иркутском, женские, они на женской половине хижины, а на мужской половине хижины, ну, а чья там мужская или женская, по орудиям устанавливается, где оружие, где какие-нибудь там иголки, да, там с украшениями, а на мужской там фигурки птичек какие-то. И иногда мы можем делать еще более какой-то хитрый смысл, такой возвышенный, вот например, такой замечательный кусок поиска из-за улицы, где на одной стороне бизон светлый смысл бизоникой, а на другой такой мужичок такой, светлый, да, теплый, как бы. И тут явно какое-то там, не знаю, можно увидеть в этом любовное послание или что-то из этой серии, но это причем на одной и той же кости с двух сторон с разных изображено. То есть явно здесь как бы неспроста. То есть это вот уже какой-то там Ромео и Джульетта, да, Мадленского времени. Какие-то такие вещи. Не только статуэтки, естественно, то есть тут тоже можно было бы забить произведениями, вот этими достижениями, вот только духовными много-много подряд слайдов. Ну, это просто вот в качестве примера, допустим, музыка древних людей. Огромное количество примеров, здесь тоже далеко не все. Флейты, начиная как минимум 40 тысяч лет назад, которые такие полноценные, но некоторые из них можно сейчас играть на самом деле, они вполне работоспособные. Слизки, всякие буделки, скрипки, которые вот там шкрябают, да, и получается звук такой шок-шок-шок, и так далее, и так далее. То есть это музыка, причем понятно, что опять же в первобытном обществе это скорее всего было не просто дискотека, да, там для развлекухи, там, едем-едем в соседнее село, вот, а это была часть каких-то опять же ритуалов, обрядов, там, не знаю, похоронных, инициаций, там, и еще чего-то такого. Вот, ну и уж совсем как бы в чистом виде, там, искусство, это украшения, которые первые образцы появляются еще больше ста тысяч лет назад, и, кстати, самое древнее украшение это у неандертальцев, подвеска из, вот, вот, этих когтей, армана, белоквоста, но есть и, кстати, огромное количество, некоторые совершенно шикарные, некоторые, причем это бижутерия, по-тически, то есть, например, вот, наверху, в общем, снимание, пейры, нон-пейры, это подвеска в виде раковины каури, сделанная из бедня мамонта, то есть раковина каури, тропическая раковина, и во Франции, в дневниковом периода, там, как-то, ну, с тропическими раковинами была напряженка, хотя где-то они их таки добывали, ну, то ли в Средиземном море тащили, то ли там еще южнее, вот, но не на всех хватало, и, как бы, раковина каури – это понтовая вещь, и хочется ее иметь, а добыть-то трудно, ну, и что бы не взять кусок бивня мамонта, которых навалом вокруг, да, и не вырезать из нее. В Сен-Жермен-Ле-Рюьер есть, например, подвески из театита в форме зуба северного оленя, резца, то есть, ну, зуб северного оленя – это была не редкость, это как бы у них под ногами валялось, там, пищами, вот, но они из театита, из камня выточили, совершенно идеальный такой зубик, подвеску какую-то красивую сделали, вот, ну, и других примеров, огромнейшее количество, конечно, далеко не все, это просто случайно там первые папаши, с которыми красивые картинки не подвернулись, те оставили. Ну, в некоторых случаях, правда, за красоту, видимо, ему надо было платить, вот здесь, такой грустный пример, на раннем мамахе, в зажаре, женщина, ну, с первого пределения, которая вся из себя была запрашена, ее там боятся на голове, на поясе, на плече, на ноге, и вся была такая, раскресается, только кто-то ей сойдет в трюк в лицо, ну, то есть, как бы, ну, шуточки шли в интернете, что там, муж с охоты вернулся, не вовремя, там, еще что-то такое, вот, но вот, темные стороны тоже были, это факт, поэтому я говорю, что, миф про, такого тупого, ужасного, там, грязного, жадного, немытого, вот такого, грубого трогватита, какие-то основания такие имеют, то есть, люди были попроще, чем мы, с другой стороны, данные, скажем, этнографии, по современным охотникам-собирателям, показывают, что в этом тоже есть плюсы свои, например, есть такая информация, что, ну, правда, не очень достоверно, мягко говоря, но есть, что у современных пигмеев, которые живут, ну, прямо охотники-собиратели, в лесу, у них практически не бывает психических отгонений, ну, стрессы, связанных со стрессами, да, с переутомлением, каких-то комплексов, там, застарелых, там, еще что-нибудь такое, потому что они все выражают тут же, то есть, там, кто-то поссорили, друг другу морду набили, там, наорали, там, без проблем, вот, и у них, они в себе ничего не держат, все сразу, там, раз, по голове, да, все в порядке, вот, никаких комплексов, ну, и поэтому, жизнь была как-то попроще, но сейчас, в нашем обществе, когда мы все-таки не охотники-собиратели, там, племени мы из десяти человек живем, да, а тысячами людей, с этим, наверное, будет сложнее. Прямо противоположный Боян, диаметрально противоположный, что до нашей, северизацией были какие-то другие, гораздо более развитые, ну, вот, сегодня уже про это частично звучало, что, там, строили керамиды, возили на мамонтах, там, эти бетонные блоки, и так далее, и так далее. Вот, это, естественно, полная чушь, потому что, если посмотреть на жизнь древних людей, насколько мы знаем археологически, как бы, не вот со стороны, там, украшений, да, там, этих Венер, вот, со стороны такого быта, то, видно, что жизнь-то была довольно простой, и вообще, это была жизнь бомжей на свалке, на самом деле, вот, потому что, там, где они жили, у них все было завалено костями, ну, допустим, наверху, это из стоянки неандертальцев, вот это вот, то есть, древних листонец, это стоянка уже кроманьонцев, где у них искусство есть, Венеры, из керамики, более того, это древнейшие люди, научившиеся делать керамику, у них там были хитрые обряды, в том числе, с человеческими жертвоприношениями, но жили они на помойке, на самом деле, потому что они раз, видимо, там, в сезон, или бог его знает, собирались на одну территорию, вряд ли они там жили прям подолгу, потому что, столько бы они там не прокормились, вот, но тем не менее, умудрились загадить участок берега реки, на, там, больше, чем километр, мамонтовыми костями, всякими там, северных оленей, и так далее, устроили просто, реально помойку, и там же у них были хижины, они там жили, причем, они не такие вот красивые дома, если мама туда, у них там вдоль них стоят попроще, были такие полу-землянки, и ничего это им не мешало быть, опять же, высокодуховными, и со статуэтками, и с украшениями, там, и совсем прочее, вот, ну, даже когда у них были вот такие дома, которые, основательные, вот, реконструкции из Мизина, в Межричево, такие же дома, там, в многих других местах, там, в Дограничевке, там, где-то еще есть, в Гагарине, тоже такие дома, ну, они, конечно, впечатляют своей конструктивной совершенностью, да, то есть, из бивни мамонта, ну, и там, прочих котей, там, лопаток, сазов, черепов, построить дом, это тоже задачка такая технически непростая, но все описания этнографические, таких вот поселений близких к современности, ну, аналогичных, не таких же, понятно, низкостей мамонта, ну, скажем, эскимосских поселений, там, индейских каких-то там поселений, говорят, что для современного человека там было неуютно, мягко говоря, вот, то есть, все описания, что там ужасно воняет, что, там, нормальному человеку находиться невозможно, какие-то, там, блоки, пши уходят с стадами назад вперед, да, и, когда вот это смотришь, ты знаешь, там, пещера вообще не дар, да, ну, жить в сырой пещере, в ледниках, ну, это хотя бы Ирак, там, хотя бы тепло было, а если это где-нибудь во Франции, когда там на голову капает, ну, они там пытались какие-то шкуры навешивать, цивилизация выше нашей ни разу, вот, поэтому, когда мы в прошлом находим, вот, без конца такие следы, и вот эти состояния, заваленные костями, с какими-то там домами, в лучшем случае, с костей мамонта, да, в лучшем случае, вообще, в худшем, вернее, в случае, там вообще ничего, никаких следов домов нет, не у всех был огонь, между прочим, и не сразу он появился, орудиями не пользовались, из камня, и дерева, вот, и это дерево часто зубами обрабатывали, вот, и болели они там, мы голодали, и все у них это было, и мы этого находим, много-много-много, без конца, ни одного следа, никакой цивилизации, то есть, хоть бы одну доменную печь, да, чтобы это там, какие там атланты, строили пирамиды, где их следы, нету этих следов, поэтому, все вот эти байки, про то, что до нас, были какие-то там, супер-мега цивилизации, летающие-налетающие тарелки, вот, не находит ни малейшего, никакого вообще, ни единого подтверждения, а вот этого добра, навалом, ну, и жизнь-то у них была, как бы, тоже такая, не только то, что они на помойке жили, и в домах плохих жили, а вот, например, судьба, да, опять же, просто произвольно выбранных персонажей, там, одну съели родственники, других съели тоже, там, кто-то там, враги-родственники, убили два раза, стукнув по лбу, этого загреслев, этого задрал медведь, это Мухтас, ну, женщина она была, да, сантеадоры, то и в лицо, там уже была картинка, сингеря, вроде там, в шею убили, сенсизеры, клеандертальцы по голове, там, не очень понятно чем, типа, меча что-то такое стукнули, еще какое-то время даже лечить пытались, но умерла, вот, и таких примеров, опять же, можно еще вставить, было бы, огромное количество, на самом деле, то есть, я не говорю, что их всех убивали, конечно, или там, медведи съедали, но если посчитать процент того, что нам известно, кого там убивали и съедали, это такой очень слабый процент, на самом деле, потому что понятно, что сколько бы у нас ни было материалов, это какой-то там доля от того, что было на самом деле, и из них довольно много, вот, как-то нехорошо закончило, а даже те, которые без следов каких-то внятных повреждений, на скелете, так не все повреждения на скелете отображаются, у нас скелеты неполные, как правило, то есть, человека можно копьем насквозь так проткнуть, что на костях это не отразится ни разу, вот, и какой-то процент таких есть, а есть такие, где там на тазе следы копья, там еще что-нибудь такое, вот, а не говоря даже о такой печальной судьбе, уж совсем, как бы, да, грустной, есть же еще огромное количество следов стресса, там, гипоплазия, эмали, хриброорбитали, какие-нибудь линии Харриса на костях, это вот маркеры неспецифического стресса, возникающего еще там в детском, как правило, возрасте, в ответ на голод, холод, инфекции, там, всякие стрессы, там, так далее, так далее, и такого у древних людей, практически у всех, то есть, этого обычно нет, если на это не смотрят, а как только начинают какую-то находку изучать подробно, палеопатологическими методами, то обязательно обнаружат, что у него перезнос скелета какой-то невероятный, что он ребенок, а у него уже старческие изменения в костях, что они жили лет по 30-40, а если неандертальность доживала до 50, то там вообще мега-дед какой-то уже был, ну и я вот мне в этом году сколько там, 39-40, ну и исполнится, да, и я бы уже как бы умер, если бы я жил тогда, ну вот тем более с моей комплекцией, да, то есть, и вот на все это смотря, понимая, что, ну елки-палки, как бы мы в 21-м веке живем, и несмотря на те проблемы, что у нас есть, мы живем чудесно, вот, и уникальная, супер-классная сверхцивилизация, какая есть, это наша сверхцивилизация и есть, и мы можем находиться в этом замечательном помещении, слушать лекцию, да, показывать все эти картинки, не знаю, когда я студентом был, я бы не смог показать картинки проекторам, то есть прогресс идет с мемильными шагами, вот, и сверхцивилизация космическая, это наша сверхцивилизация, а не чья-то еще, ну спасибо предкам, что дали нам возможность, ну и последний баян, то, что эволюция человека завершилась, что она, конечно, была, что все там, австралопитеки, обезьяны, все чудесное, но с появлением сапиенса, эволюция человека прекратилась, и часто это так превращается, что биологическая эволюция прекратилась, а началась социальная, и теперь у нас социальная эволюция, на самом деле, эволюция прекратилась у них, ну вот, эволюция может прекратиться только в случае, когда кто-то вымирает, вот как бы все померли, вся линия биологическая, вот эта генетическая прервалась, кого-то съели, кто-то непонятно, ну как бы сам себя довел, да, кому-то не повезло, и все, как бы у них эволюция прекратилась, а мы, судя по всему, еще живые, И люди Различаются, мутации возникают Выживаемость у всех не одинаковая Рождаемость не одинаковая Факторов среды У нас гигантское количество И чем дальше, тем больше Уже просто сама по себе наша жизнь В том числе цивилизованная Создает новые факторы отбора, которых раньше не было То есть если в верхнем палеолите Я бы, например, не выживал со своей комплекцией А сейчас выживаю И два ребенка у меня есть Гены я передал уже на поколение Как минимум Какие-то новые факторы отбора Эволюция не прекратилась Она поменяла векторы В чем векторов становится больше Потому что не надо забывать, что сейчас тоже есть охотники-собиратели И сейчас где-нибудь на Новой Гвине Один папуас едет другого В данный конкретный момент наверняка Есть какие-нибудь индейцы в Южной Америке Есть бушмены, еще кто-нибудь И есть жители мегаполисов У которых совсем другая жизнь Я не знаю, как здесь У вас, да Но когда я в Москве Я-то сам из Читы А живу я не в самой Москве А в Подмосковье Сколько там, километров 20, наверное, от Москвы И уже как бы разница немножко видна То есть одно дело центр города А другое дело рабочие окраины И уже факторы отбора не те И эволюция не та И какой-то там совсем другой процесс идет Так что у нас эволюция 100% не прекратилась Другое дело, куда она идет Большой вопрос И куда она идет Зависит исключительно от нас То есть от того, как вы Свою эволюцию направите Благо, мы все-таки разумные Чем я там не говорил про умных обезьян Да, мы-то разумнее все-таки Вот, и мы теперь можем Направлять свою эволюцию Ну, по крайней мере, пытаться это сделать И хочется верить в правильном направлении Вот, с чем вас поздравляю Процесс идет На этом я заканчиваю Наверное, давайте вопрос Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...